Так, давайте, товарищи, нам надо двигаться дальше, извини, Алексей, больше не дам возможности. В этом слове представляется Сергея Гордещикова, заместитель генерального директора позитив-технологии, практика анализа защищенных пособных ВЭК. Приготовится Виталий Победович, РНТ. Добрый вечер, коллеги, большое спасибо, что все еще не скидывали. Это достаточно напряженная сегодня программа. Я хотел бы поделиться нашим опытом в области анализа защищенности АСУТП. И прежде всего хотел бы показать буквально два графика. Это результат нашего исследования доступности в компонентах систем АСУТП из интернета. В принципе, мы использовали открытые источники, методы пассивного сбора информации, для того, чтобы понять, насколько реален тот сценарий из крепкого орешка, который сегодня уже упоминался. Могут ли взломышленники, подключившись из интернета, просто набрав в угле, хочу взломать АСУТП, что-то найти и взломать. На самом деле, как вы видите на этой схеме, распространенность, наличие компонентов АСУТП в интернете – это не что-то исключительное. И понятно, что чем более технологически развита страна, тем больше таких холостов торчат в интернете. Вот здесь, правда, выбивается Италия, и меня все время спрашивают, что там печки для выпечки птицы торчат в интернете. Не знаю. С другой стороны, если мы посмотрим на уязвимости этих систем, мы тоже, используя пассивные методы, методы пассивного фингерпинта, проверили, насколько актуальное программное обеспечение, присутствуют какие-то стандартные пароли и так далее, мы увидим, что ситуация немного меняется. И Российская Федерация, несмотря на то, что не так много систем, которая доступна, извиня, она с точки зрения защищенности получается пониже, чем держится в Соединенных Штатах в процент манских отношений. Естественно, мы делали эту работу не только для того, чтобы показывать на конференциях. Полученная информация была отправлена в компьютерную серию «Спорт Стим» региональная, и в РУКЦЕРТ, и в РУКЦЕРТ российский, и в АССЕРТ американский, и, соответственно, идут работы о том, чтобы их вывести из интернета, но работа эта идет не так быстро. Кстати, вот тут вопрос, опять-таки, законодательства, потому что те же самые регулирующие органы говорят, а что мы можем сделать собственнику? Ну, мы напишем ему, скажем, ну вот, отключите ваше подписывание, пожалуйста, от интернета, да? Прямых, пока, прямых механизмов реагирования на это нет. В ходе наших работ по анализу защищенности мы достаточно, если так, укропненно типизировать те проблемы, с которыми мы встречаемся, первые типовые проблемы — это различные механизмы удаленного доступа. Зачастую производители, либо интеграторы, которые внедряют в систему АССУДВ, оставляют себе механизмы удаленного доступа для удаленной диагностики, обслуживания, обновления, конфигурации и так далее. Это могут быть IP-сети, это могут быть телефонные сети, но зачастую они присутствуют и зачастую они спроектированы без ухода требований безопасности. Фактически предоставляет те дюры, которые были показаны ранее. Операторы и инженерные станции. Дело в том, что от HMI, то есть человекомашинной интерфейсой, скады интерфейсов, зачастую используются операторами как свое рабочее место, не в том смысле, что он работает, выполняет основные задачи, а в том, что он может скачать какую-нибудь программу для своего ребенка, отключить девайс, который ему мешает, вогнуть модем 3G, выйти в интернет и работать с внешними сетями с этих машин. Это распространенная ситуация, когда компоненты АСВТП используются не по наступлечению. Бесетевое экранирование. На линии уже приводили различные промышленные бесетевые экраны, диоды даже. Но кроме того, чтобы их проинсталировать, их надо соответствующим образом настраивать, обслуживать и контролировать, что они выполняют свою функцию. Вот один пример из жизни, когда в ходе аудита мы встретили шлюз, который выполнял функцию связи сети АСВТП с хатешной груз-сетью предприятия. Смысл его был в том, что это была Windows-машина, которая переглядывала пайлы из папки в папки. Но эта Windows-машина работала на основе Windows XP без единого обновления безопасности. То есть вроде бы она осуществляла фактически гальваническую развязку. С другой стороны, элементарный ребенок, прочитавший статью в журнале «Хатер», мог через эту машину вполне прокляться внутрь. Еще одна проблема — это интеграция. Большинство крупных предприятий сейчас будут проекты по соединению низового уровня, то есть предпечерства, управления контроллеров, скада, с месс-сетями и системами для того, чтобы в режиме реального времени поставлять отчетность, связывать с бизнес-процессами и так далее. И в ходе этих проектов зачастую пробиваются дыры для того, чтобы интеграторам было удобнее работать, и зачастую они не закрываются после того, как проект ушел в основную базу. Ну и уязвимость компонентов с ОДП, чуть позже на этом остановлюсь. И вот процессы работы, в том числе процессы работы подрядчиков, ну уже приводился пример с человеком с ТАПСНЕТ, с ГУШЕРом и так далее, и так далее. Как мы помним, одним из векторов проникновения был ноутбук подрядчика, сломанная сеть подрядчика, изображен его компьютер, когда он пришел проводить регламентные работы, человек пошел в внутреннюю сеть, и уже получил доступ к СТС и дальше уже контроллер. Вот буквально пару примеров. Этот пример очень показательный, когда безопасность делает систему медиабезопасным. В ходе одного из аудитов на сетевой периметре и на интернет-сегменте компании мы обнаружили веб-камеры, точнее, веб-интерфейсы к камерам наблюдения, камерам СКУК, камерам видеонаблюдения. Использовали стандартные пароли, подобрали эти пароли, зашли туда, подняли протокол удаленного управления от ТАПСНЕТ, потому что эта камера, по сути, оказалась индивидуальной машиной полнофункциональной. Поставили туда нет-кат, сделали себе профси-сервер во внутреннюю сеть, и, просканировав сеть, куда мы попали, чтобы понять, где мы оказались, увидели протокол Modbus. То есть это один из базовых протоколов, используемых для взаимодействия с КАДО системы контроллеров. Как оказалось при разборе инцидентов, система видеонаблюдения была напрямую поставлена в сеть СУДТ, потому что фактически она за ней наблюдала. То есть это один из компонентов, они были взаимосвязаны и так далее. Но в мерах по исполнению 385-го памяти федерального закона о безопасности был внедрён круглосуточный мониторинг, который был отдать ЧОПу, а ЧОП сидит в другом здании, и поэтому сделали интернет, чтобы они смогли смотреть на эти видеокамеры. Другой пример как раз связан с интеграцией, когда в КОПе мы не делали работу здесь по СУДТ, мы делали работу по безопасности ERD, работали с системой SAP R3, нашли стандартную учётную запись, получили доступ к операционной системе и проанализировали текущий статус сетевых соединений, увидели сеть, в которой тоже присутствует протокол Modbus. Оказалась типичная ситуация. Интеграторы проводят работу по интеграции SCADA вместо ERD, чтобы эти межсетевые экраны не мешали, естественно, все фильтры убрали, потому что мало ли что заблокироваться. И у меня практически 100% уверенность, что если бы была работа антивирусной программы, которая там что-то удаляла. То есть люди активно используют данную систему, ну и не только для того, чтобы управлять своим объемом. Ещё одна вещь, с которой нам периодически приходится сталкиваться, специализированная модель угроз, это мошенничество с использованием компонентов СОДП. С этим обычно сталкиваются те компании-организации, которые занимаются транзитом или реализацией. Ну, например, ТРК, колонки и так далее. Фактически они представляют собой миниас УТП. Колонки это, они, там стоят датчики, управляют исполняющие элементы, есть контроллеры специализированные. А вот те вот газовые аппараты, за которыми стоит там девушка и принимает вас деньги, это фактически SCADA, который отдаёт задачи контроллеру, считая деньги и так далее, и так далее. Это Windows-станция, и что там люди только в ней выделывают. И подменяют данные в SQL-сервере, и забирают густировку, и мошенничают с программами лояльности и так далее. Всё это, в принципе, имеет место быть. Чтобы дальше разбить эту идею, мы проверили исследования. Во-первых, сказали, как раз были из этого исследования, безопасность от SCADA в цифрах. Мы проанализировали поверхность остайки для компонентов УТП, чтобы понимать, сколько и каких уязвимостей на настоящий момент известно. Кроме того, мы проанализировали компоненты УТП, доступные в интернет. Ну вот, смотрите, какая динамика. С 2010 года мы видим взлёт количества компонентов, количество уязвимостей, которые обнаруживаются и устраняются в системах УТП. То есть мы закончили нашу работу в Алтебле, было 98 уязвимостей. Наконец, с 2012 года было уже 150. То есть здесь уже фактически не экспонентный. То есть здесь очень серьёзный рост, потому что до 2010 года, до SmartNet там особо никто ничего не искал. Сейчас, как вы видели, хорошая тема, дырок много, можно развлекаться. Вот вопрос, у кого больше, он на самом деле, как в IT-мире, всегда вызывает много вопросов. Почему? Потому что чем более богатый портфолио у производителя, чем больше у него различных продуктов, тем больше будет находиться уязвимостей. Поэтому Симмец, наверное, как наиболее распространённый производитель, имеет достаточно много уязвимостей. Но, с другой стороны, важно не столько, не так важно, сколько уязвимостей обнаруживается, сколько, как они устраняются. Здесь мы видим, что популярные производители, то, что там Шнайпер Электрик, Симмец и так далее, они, в принципе, достаточно неплохо с этим наплывом к новому уязвимостей справляются. Почему? Потому что после Stuxnet, после вот этих вот инцидентов, многие производители создали у себя команды реагирования на уязвимостей в продуктах. так называемых у Симмеца, как называется Симмец Продакция, у Шнайдера Электрик есть подобные, у Инвецис команды внутри компаний, у ИДИ. Кроме того, чтобы понять, а насколько безопасны сами компоненты АСУДП, то есть контроллеры, склады системы, МЕС-системы, мы проводим их глубокий анализ, используя различные методы. Чёрный ящик, паттинг, анализ исходного кода, ревертинг, форентик анализ. Для нас это скорее, знаете, такой вот детский подход к пониманию вещей. Для того, чтобы понять, как устроена вещь, надо её сначала сломать, посмотреть, что у неё внутри. Вот сейчас мы на этом этапе, мы понимаем внутренние механизмы защиты, мы понимаем, насколько уязвимы те или иные системы. За прошлый год нами туда обнаружено более 70 уязвимостей в различных системах. Это и Симитс, это Иконикс, это Инвенсис, это и Гагава. Сейчас производители что-то устранили, уже вышли обновления, уведомления о СССР, что-то ещё устраняется. Но я могу сказать, что в принципе уровень зрелости, уровень безопасности компонентов, ОСУТП напомнил уровень зрелости стандартного программного обеспечения лет 10 назад. То есть найти в нём уязвимость так же легко, как это было 10 лет назад найти в Windows, когда там было ещё Windows NT 98, в которых куда-нибудь выше она разваливается. Кроме того, мы разрабатываем рекомендации по конфигурациям элементов ОСУТП, потому что, если мы посмотрим на IT, то есть там, например, рекомендации того же Центра for Internet Security, того же Министерства обороны Соединённых Штатов, или производителей, как настроить ту или иную операционную систему, циску, что угодно. Для компонентов ОСУТП таких рекомендаций нет. Поэтому мы стараемся, их сейчас разрабатываем. С чем мы сталкиваемся? Уже упоминался этот вопрос, что без того, без печати производителя, на эти рекомендации никто не смотрит. То есть, а сейчас мы работаем с производителями, чтобы они просмотрели эти рекомендации, сказали, что да, мы не возражаем. При должном анализе рисков вы можете использовать эти рекомендации для повышения защищённости своих сетей. Это на самом деле не очень простая задача, но мы стараемся. Стараемся выступать на различных конференциях. На поиске в Картесе мы построили железную дорогу, которая здесь стоит, наверное, все видели. На самом деле там есть живые уязвимости, можно им поиграться. Я вот хотел бы остановиться ещё на конференции СПО в Майане. Что мне это напомнило российскую конференцию у скрипта, чем? Тем, что там, как там, там половина погоны просвечивается. Но там просвечиваются погоны американские, когда они видели, что там русский докачит, да ещё и про уязвимость АСУДП, это вызывало такой лёгкую дрожь. Но меня заинтересовало то, что там бурно обсуждался вопрос сертификации компонентов АСУДП. То есть они тоже приходят к тому, что нужно выдвигать какие-то требования к производителям. Потому что иначе вот это вот всё, что вот есть, с этим никак не справится. Понятно, что производители категорически против. Они рассказывают, что это отбросено 15 лет назад и так далее, и так далее. Но остается фактом, что это не только какая-то российская действительность, все в мире понимают, что что-то с этим надо делать. Ну и вот резюмируя наш подход, понятно, что мы работаем в узкой части безопасности АСУДП, даже компьютерной безопасности АСУДП, в анализе защищенности. Мы просто на нем сконцентрировались сейчас. То есть прежде всего мы делаем исследования, чтобы понять угрозы и найти новые, если они есть. Проводим аудиты, чтобы набраться практического опыта, потому что одно дело стенд, другое дело это живая система, с которой работают живые люди. Стараемся автоматизировать наши исследования с помощью наших продуктов, сразу отвечу, сертифицированных и Министерство обороны и ВОПСТЭК, ну и обмениваться знаниями для создания безопасной системы СССКАД, что, собственно говоря, я сейчас и делаю. Ну и в конце, но не в последнюю очередь, главная заповедь аудитера безопасной связи с СССР в Москве нет премии. Спасибо.